ну ну давай посмотри на чем вы приехали сюда на хуйня разогнал титан до 135 привет привет наши подписчики парни сегодня 23 февраля и поэтому мы вас всех поздравляем с этим замечательным праздником кто служил кто будет служить короче парни вас всех с праздником и кстати замечательный подарок будет если вы скажете своим девчонкам если вы приобретете джек а кстати по поводу подарков давайте быстро сейчас смотрите вы можете приобрести на 23 февраля джек ссылочка внизу шлемы вот такие замечательные шлемы кимпикс ну точнее сика x титан и конечно же заехать в лайм 100 и приобрести волшебный костюм от компании клайм и теперь спонсор нашего показа конечно же является вот этот магазин сеть магазинов клайм store находится в удобной транспортной доступности от основных аэропортов москвы также возможно доставка до двери запомнить просто север декста запад спорт хит юг формула x клайм если быть то быть первым рекламный ролик вы просмотрели как чеховские без рекламы такого же не может быть тем более 23 февраля я надеюсь что это не последняя покатушка наша в этом году но знаете снег все бетонный бетоний но пойдемте вам покажу расскажу о снегоходе и людях которые сегодня будут с нами катать снегоход у нас сегодня с вами титан адвенчур это новая модель от компании поварис чем он отличается у него офигенные фоксы то есть очень очень удобно управляется очень просто в управлении настолько что я даже у нас был стас ребенок девятилетний помните и он сказал что это ребята это просто марседес ребенок врать не будет так что ребят если у вас будет возможность покататься или попробовать этот снегоход обязательно это сделайте познакомлю вас другими ну человека дай бензин вы наверняка все знаете кирюха с нами он опять просит клянчет нас бензин проехали буквально чуть-чуть он клянчит бензин подъехал как раз давайте то попадем по другому это стаса вы тоже все знаете его ребенок как раз рассказывает все правдивые вещи которые вообще может рассказать ребенок мы его не пытаем все нормально вот подъехал денис который катается с нами один раз в год по обещанию потому что он постоянно бухает где-то каких-то ресторанов и конечно же сейчас вам представлю димона 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 тот человек который спас меня дав мне носки на каких-то задних первый раз за сколько лет за пять лет первый раз поехал чуть а за техник ну конечно как всегда на чем люди катаются на ямахе а все банально просто потому что ямах раньше была лидером в снегоходном движении на самом деле это был прям офигенный снегоход но сейчас она позиции свои упустила и теперь на рынке на мой взгляд всего лишь навсего две компании и одна из них конечно же паларис ну мы начинаем хорош пиздить поехали катать и таки мы несемся и вдруг раз на сочи то валяется черный у кирилл башка зашаталась что случилось кирилл 135 км в час не удержался а все почему молодец молодец ну надеюсь вы поняли какой шлем надо купить не буду рекламировать пока мне не скажешь какая-то не на самом деле чё ребят в атлант сервис звоните у вас там у всех скажите что от чеховских ну какой там наверняка что-нибудь просто но охуенный шлем блять ну блять на натуре не узнаете сейчас у нас с нами димон катается он в бвс и мы раньше тоже катались в этих бвс ах все причем все катались в этих бвс ах шлем на самом деле хороший но ребят ну он устарел вот серьезно говорю он устарел там нету вот этот вот шлем можно и в холодную погоду и в жаркую погоду и когда у вас горника когда вы там куда-то на дальняк идете бвс предназначен только вот знаете вот для такого для вальяжного катания на снегоходе то есть бвс и вы в горах не повозите этот универсальный шлем вот серьезно говорю так что я вам скоро еще покажу у ребята там поедут что они там в яргаке поет там по секрету скажу один уже артем купил такой шлем в атлант сервис и соответственно вам расскажет и покажет как он может именно в горах по поделиться своими ощущениями так что парни мы здесь катаемся по равнине я могу сказать одно очень хороший шлем вот серьезно говорю прям вот вот прям всем рекомендую вот 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 отлично мое мнение разогнал титан до 135 и вообще просто бетон бетон поэтому так можно гонять ну чё димон увидел ты нормальный снегоход увидел что может он давай хочу узнать твое мнение давай катались и расскажешь нам вот да здесь все заводится вот так вот все элементарненько за автомобиль давай заводим ключом ключом это же не твоя старая ямаха это новая модификация уже ты давай давай стартой нажми на газ типа чё-то он может да типа чё-то может переворачивать давайте дождем сейчас узнаем его мнение узнаем что какие ощущения у димона от polaris титан гоняет он на ямахе так что сейчас будет офигенное сравнение мне кажется посмотрите какое небо у нас сегодня блин просто вообще каска я даже не знаю что сказать просто волшебная сказка я сегодня не очень хотел ехать думаю ну ладно там наверное уже все можно заканчивать покатушками но вот вам утилитарный снегоход ребят напоминает утилитарный снегоход димон ну чё прокатился ты давай рассказывай свои ощущения ну ощущение значит такие мотор не знаю наверхах вроде тоже хватает и мощности оборотов что подвеска мягкая очень кочки отрабатывает тоже прилично комфортно и что понравилось посадка высокая колени не на прием напряжении на ямахе гораздо ниже сидишь приходится ногу подворачивать здесь сидишь так как по царски дом на диване так что так довольно таки удобно ну вот давай сравним с ямахой димон что случилось димон а чё случилось на за чек загорелся и зазвенел сначала что-то да я как будто какую-то железку гусеницей поймал какой-то звон был металлический чек загорелся никого в жизни не горел здесь мы все будет о чем дим что техника она имеет свой какой-то ничего хотите 10 лет почти ну да ну давай попробуем посмотрим что тут загорелся ломается все нету идеальной техники ну посмотрим чем все закончится а вы откуда ехали только что ли на дыбы встает что у нас 700 на дыбы то встает у нас как раз сейчас будет такая вот здесь как раз опять да будет обмен мнениями да точно у нас есть 49 рейнджер на котором серёга катается уже год а вы увидели в том году да да мы сейчас решили чуть чуть побольше покататься для того чтобы четко у всех было понимание какая техника ну какие возможности вот я на на 49 еще ни разу не катался сейчас у меня представилась такая возможность покажет но у серёги есть такая же возможность прокатиться на титане да и он также поделится своими ощущениями своими мнениями а мы еще катанем и расскажем так что жду ваших комментариев как вам хочется что-то еще увидеть из brp или не хочется ну давай начнем самого простого давай сейчас пока а с органов управления что есть у тебя на рейнджере органы управления как на любом снегоходе раз тормоз задняя передача включается вот так она коробки передачи традиционно как здесь нету соответственно обогрел ручек свет отключаем вот выключаем и три режима работы двигателя спортивный обычный и к этому по табло у нас здесь также все да все показано то есть ничего там бардачок у тебя получается вот здесь сюда еще один бардачок прикуриватель обогрели и регулировка фара сумка или быстро съемная да то на самом деле один орган управления он находится так папа гусеницы давай то так у нас тот раз было у нас здесь 38 до правильно 38 гусеница и сейчас как раз серега сядет на титан и уже четко у него будет понимание что может титан а я как раз расскажу вам что понравился мне бирп или не понравился и какие плюсы и минусы ну чё начнем ай красава ай красава прям понравился тесерю управление мерседес не меньше по тормозам бмв по динамике самолет ну давай тогда сравним его наверно с твоим человек который только сейчас прям прям только прокатился именно на поварис на титане так хорошо тогда давай тогда именно по движку как вот именно по набору скорости маленький самолет поколения то есть тебе понравился на твоем такого сделать нельзя развесовка ну что же по давать атак вот именно по органу управления вот как тебе органы управления на сегодняшний день каждый человек проехал даже пускай на самом стареньком мерседесе понимать что это а тогда ответьте на вопрос разве на твоем снегоходе есть навигация чтобы можно было видеть нет нет комплектации такой и давай тогда так именно по деньгам вот этот вот стоит миллион 272 по моему а вот он тебя идет вместе с кофром за такие деньги нет нет это пустой да получается ну понятно да просто здесь он идет как бы вместе с кофром совсем ну давай то так нравится или не нравится титан как 2 я бы его просто я влюбился в эту технику то есть понравилось ребят но вы только что сами слышали мнение человека который уже давно гоняет именно на бирпи это никакая не придумка никакая я не знаю как там это обозвать там как то мы хотим там показать что бирпи плохой нет бирпи тоже хороший у меня есть офигенные впечатления они у меня была такая техника но техника шагает дальше и поэтому перед выбором техники пожалуйста посмотрите людей которые делятся с вами своими впечатлениями и от этого вас будет только положительный выбор техники именно той которая вам нужна я сейчас все правильно сказал все правильно абсолютно так что ребят ждите от нас новых видосов бирпи рус тебе привет от чехских проходимцев скоро мы увидимся на камчатке ну что я могу сказать теперь я наверное поделюсь своими ощущениями чем он отличается движок совсем конечно же другой здесь четырех так и лежу и когда нажимаешь на газ ты ждешь понимаете вот когда ты средства титана ты ждешь то что сейчас как вау и тебя прям подбросит полетишь а здесь этого нету это прям такой вальяжный так ты нажимаешь он едет все офигенно нареканий нету ну нет вот этого бешеного подрыва как есть на титане то есть низы у него не такие прям слабенькие по посадке посадка хорошая но опять же надо смотреть надо пробовать именно как он там будет чувствовать вдвоем а потому что здесь я тащил и снегоход и ехал с двумя и я легко им управлял в пухляке он просто волшебен да сейчас везде бетон у нас поэтому а не буду я заморачиваться если выбирать между поларисом и берпи решать только вам что выбирать я не буду говорить своего мнения похода просто радует ребят мы опять приехали парням которые летают это и илюхин илюхин одноклассник забыл как зовут привет андрюх здорово расскажи мне еще раз куда мы попали то это секта мое небо собирать единомышленники летают развлекается кто-то просто летает кто-то трюки делает по полю бегает конечно ну и чуть-чуть вас по деньгам стоит у нас у вас понятно важно все зависит какие пожелания с камеры без камеры с трюками не с трюками а с трюками то что маленькие а за трюки можно отдельно доплатить сколько стоит полетать 2000 рублей полет а если с трюками по моему плюс 1000 рублей так что ребят вы можете кстати полетать приехать да ну а мы сейчас обязательно запустим тот раз мы не полетали а вот сегодня мы обязательно сделаем офигенный видос и сверху и снизу вот кирилл же прощается с женой а были случаи чтобы кто-то не возвращался каждый второй андрей андрей с вами потом полетит мальчик синем костюме зовут кирилл мне не я сейчас просто объясню нас немножко другая ситуация он очень хочет с экстримом но не хочет об этом вам говорить он стесняется мне не мы он сам решила андрей для него главного с этим мальчиком лет не перепутать андрей мы привели синий костюм а вот он этот синенький в костюмчике как раз спасибо спасибо анрей спасибо мы верим в тебя андрей мы верим до 2 не надо держаться тебе уже не надо напомни пожалуйста андрею андрей андрей помнишь синий костюм андрей синий костюм ты помнишь андрей я напоминаю что это чеховские проходимцы которые сейчас будут летать пират в твоей жизни вообще на этой штуке полетели формула x крупнейший на юге москвы центр мототехники под нашей крышей мы собрали лучшие бренды polaris yamaha vrp ktm steels и многие другие огромный выбор новые поддержанной техники всегда в наличии оригинальные аксессуары и запасные части единственный в москве монобрендовый шоу-рум husqvarna самый большой выбор водной техники десятки иных салонов техники и экипировки и главное есть любая техника на ваш выбор давай да пошли ты что-то расставил копыты давай 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 поснимать не забудь ноги подожми езды мы как бы оплатили он еще ну вы же сами видели да мы оплатили экстрим супер-экстрим какой-то и об этом ничего не знал и поэтому мне будет интересно узнать его ощущения и это сделали вот эти вот подонки друзья его и это ну Бля, это охуительная штука, я вам говорю Что, Вашары, завидуете? Да, да Это суперская штука, как я и думал Ну-ка, руки-то протяни вперед Вообще, вот, на, ровно Только я отперс, когда телефон держал в руках, снимал Ты снимал еще? Да, снял, но он тебе там замерз наверху Кто видел виской счастливого человека? Это классная штука, особенно, когда вот тебя вот так Давай качнем? Давай, давай качнем, блядь И сзади он тебя качает, качает Мы просто договаривались на сальто Я не понимаю, почему Андрюха не сделает его сальто Должен был с сальто и как раз зайти в купол Да, в купол, блядь Супер вообще, супер Вид оттуда отличный Да? Поварец, идет Титан Поварец, Титан, видел? Да, только его и видел Ой, а можно вас на секундочку? Вот, он как раз и приехал То, что нам, в принципе, было нужно Я как раз вас вчера смотрел Вот Точно, а вот мы сейчас как раз протестим Он здесь, смотрите, как прекрасно У нас теперь появился стелс-капитан Люди катаются вдвоем Привет, как зовут? Привет, Тимур Первый твой снегоход? Ну, я очень доволен Сейчас вот снег совсем идеальный Уже разный снег попробовали Ну, в принципе, вдвоем Не быстро, конечно А если одному, например? Одному, 35, он нормально в любой снег тянет А ребенку 9 лет Да вообще будет просто замечательно Ребенку 9 лет, я думаю, это будет просто 35, ну, это чуть-чуть мало Ну, для нас, ну, как бы, если ты в сотку не будешь ехать, то да Ну, давай, еще, какие ощущения от него? Ну, блин, за те деньги, которые за него А сколько он стоит? Бросит, да, 135 тысяч Где покупал? Ну, вот на Калужке у нас Стеллфский магазин Ага Не знаю, как он называется А вот покупал бы в твоем гараже Сто процентов бы знал, как он называется Потому что звучит, да, твой гараж А если я вам дам прикатиться на своем снегоходе А вы мне на своем Просто мне, чтобы ребенку потом Потому что сейчас ребенка нет Я вам просто потом расскажу Как бы, да, вот вы сейчас на Винтуре проезжаете Прокатите на хорошем снегоходе О, подожди, нет, а зачем? Давай сделаем по-другому Я тебе сейчас дам прокатиться на Титане Ты же наверняка видел, как он ездит Пожалуйста, давай, прокатись Ты прокатись сейчас за 135 тысяч? Мне просто попробовать Если бы я потом Если у него вот проблема Я периодически регулирую Холостые у него прыгают У всех такая проблема Ну еще какие есть на реках Давно ли он у тебя вообще? Ну, четвертую неделю получается Ну, надо, когда новый купил Новый, соответственно, купил Надо, конечно, все болты протянуть Потому что половина открутилась И половина, несколько болтов Укрепления нет Вот, видишь, а твой гараж 100% протягивает все сам болты Вот, тут цепь подтягивает Так, в принципе, нормально Страшно 10-литровую кондицию положил Можно на весь день уезжать То есть все нравится? Ну, за 135 тысяч, я думаю, чтобы... Легкий, да Все, у тебя все стоит Нажимаешь просто на газ Все, как на обычном снегоходе Сейчас очки перестанут потеть, как только поедешь А задняя как? А тебе задняя не понадобится Ну, что же, ждем теперь впечатления от ребят Как они прокатятся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, давай сюда его Какие ощущения, полтора миллиона рублей Ну, то есть нравится? Ну, да, конечно Кому не нравится полтора миллиона рублей? Ну, хорошо Плюсы-минусы есть какие-нибудь? Или только одни плюсы? Да, на самом деле Страшно, конечно Когда уже Ну, то есть нужно привыкнуть к скорости Потому что наставился там 30-40 Как бы ты едешь И понимаешь, что как бы Ты в любую секунду можешь прыгнуть и дальше пойти Ну, давай просто, наверное, помнить То, что Как ты правильно сказал Это миллион 270 А там все-таки 135 тысяч Да Наверное, это большая разница Огромная разница И вообще, на самом деле Вот я поэтому Очень как бы Ребятам мы серьезно благодарен Потому что, ну, вот Витязь Я вот смотрю на него Там 500 тысяч стоят В принципе, вот По-вашему даже там обзору Мне кажется, для людей, которые неискушенные Как бы Я вот просто покатушу Бюджетный Вот именно бюджетный снегоход Я считаю тоже Он просто Вот просто Отличный снегоход Ну что же Теперь ты немножко Теперь знаешь Немножко больше о снегоходах Видишь, как ты удачно приехал Сегодня вообще просто Шикарная погода Именно вот Кататься на снегоходе Я так понимаю Потому что снег просто Такой, как надо А надо, наверное, чтобы девушку Поздравила, наверное 23 сентября Всех, всех, всех Поздравляю 23 сентября Спасибо, что защищаете Спасибо, что вы такие надежные Ну давай Расскажи мне свои ощущения Стасюль Стас, свои ощущения Ты можешь мне рассказать? Смотрите Мы ехали вдвоем Считай, мой вес Где-то около 120 килограмм Плюс Кирилл Где-то Он сказал Сейчас 90 в амуниции Получается Средний вес Сейчас был 200 с лишним килограмм Так 200 примерно Там где-то 30 килограмм Сейчас ехал Снегоход С горки Чуть-чуть При горочке есть Он, конечно Тьфу, не сто Этих 40 разогнался Обратно Уже чуть при горочке Конечно 30 идет Ну, а я хочу сказать Если для ребенка Он легенький Если бы, может, 250 кубов бы Было бы даже Каких-то Мне кажется, вообще Блоком Дай прокатиться Это, блин, просто спорт Суперспорт, блин Дай прокатиться Работает А не все стеллсы Так мощно работают Как раз у всех Наверняка возник вопрос Как мы всегда Заправляемся Заправляемся Как-то вот так Вот Выглядит все Очень заманчиво Вот Стоит гаудец Титанчик На заправке Бывает, как тебе шлем-то, БВС Говняный Дорогой Неудобный Тяжелый Самое главное Что надо постоянно Менять вот эти вот штучки Прокладки Потому что Ну, что делать Я его покупал Андрюх Да, тогда еще ничего не было Да, этот шлем Лет 7 назад Это был самый крутой шлем Самый прогрессивный Самый, блин Самый, блин Он до сих пор Самый дорогой Если я не ошибаюсь Конечно, что-то можно Карбоновое Там, супер-купер Эксклюзивное Купить Но это все равно Самый дорогой Считается Самый, типа, крутой Ну, теперь есть Ну, что на душу Одевать его Вообще неудобно Тяжелый шея К вечеру Устает, конечно Я обычно Я обычно в такую погоду В кроссовом Просто катаюсь С зимними очками И все Пошел расправляться Давай Мы приехали в охуенное место Тут рыбный ресторан Сейчас будут ловить рыбу Которую мы закажем Ее поймают И живую рыбу Посолят И там принесут Прямо на тарелочке Обязательно Нажимаем Попробуйте Нашу фирменную уху Если И уху Обязательно Будем пробовать Кто будет уху, парни? Рыбный ресторан Прикольный Светлана нам принесла Что это такое? Слабо-соленая А почему она не шевелится? Смотрит На самом деле Гостиком Вау На самом деле Это жесткая херня Дергается как Где? Покажи, где дергается Андрюш 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 Не ешь меня Не ешь Подожди Подожди Оп Кузнечик Я ел Видео сохранилось Полезно Ну а вот нам с Денисом Принесли осетрину А мы что Там ребята Заказали стейки Да, по-моему Сософом Стейки, да И спаррели А мы Взяли осетрину Давайте попробуем Давайте посмотрим Что же у нас сейчас здесь получится У Илюхи Вот самое Самое дорогое блюдо Вот то, что Это здесь блюдо Поэтому очень мало Оставь на месте Ну наверное Самое неприятное Начинается, да? Самое неприятное Это вот эта Щучья икра Миллион 300 Самое неприятное Когда народ без стола уходит Под предлогом Покурить 21,370 Ну кстати Солить никого нет И он собирается А я чувствую У меня шел И шел Кислота поднимается Стаса, ты сказал Что тебе лучше С тебя десятка С тебя десятка Семь тысяч ты должен, Стас Да не должен, я семь Ты что? Да я не ел ничего Ты за меня рыбу доел Я этот суп допил Ты дал 300, да? Стас, еще 200 рублей, а? Нет, 200 лан Ну что, парни, как поели? Охуенно Вкусно, блядь На, доелись У нас какие-то столи Чеховские проходимцы Изведывают все рестораны В округе, блядь Правильно, правильно Новый тренд И я хочу сказать вам, кстати Если мы были у Армена Примерно за 21 тысячу цены Это примерно у него Тысячу рублей человек Это 20 человек Можно было накормить Так что, ребят Наше мнение Конечно, все круто Все здорово Но Что-то как-то Поели очень круто Ну что Захотели вкусно поесть Поэтому и приехали Так что Вот Пожалуйста Будете знать Вот этот вот ресторан Твои ощущения от еды Она потрясающая За эту сумму Она будет за космическую И нет ржоги Кирилл Вот она Ямаха-то Раскоряка Так, а вот сейчас У нас такой опасный переезд Довольно Я вот там не знаю Как Сейчас будем проскакивать Ребят Ребят Вот здесь вот он стоит Да И это Просто безумно Офигенная функция На Титане Вы посмотрите Мы ехали И ехали Да, там Ключ поворачиваешь Вот давайте Я сейчас заведу О, видите Сейчас Солкнем Подождем Андрей И смотрите Оп И прям тут же Показан наш трек Вот мы сейчас Блуждали Блуждали И тут же Выехали Опять на наши следы Все банально Почему? Потому что у нас есть Навигатор Вы каждый раз Можете заглядывать в телефон Или просто Очень удобно Смотреть на экран Ну Безумно офигенная функция Поэтому Можете говорить Все что угодно Но Титан В этом исполнении Он просто Шикарен Обязательно с навигацией Берите Прям Офигенный снегоход Это вообще пиздец Ну Началось здесь Обсуждение Ямах Кирилл Что случилось? Кирилл Ничего не случилось Ну нет Аж давай Расскажи людям Я не расскажу Димон Что у тебя случилось С Ямахой? Отлично Все хорошо Да? Все отлично Только у Титана проблемы Да Слышали бы вы сейчас Вот этот разговор Да Сейчас просто недоволен рестораном Рассказывают все недовольство Чем недоволен-то, Стасюль? Ребят, я недоволен тем Чехом нет Нет Чехом я совершенно доволен Дело не в этом Но хочется покушать так Чтобы было вкусно И на данный момент Могу отрегаловировать Только Любушку Там мы покушали Да В рыбе соус Например На 20 тысяч у тебя чеха Счет, да Например Ты кушаешь Красная рыба Да, все прочее Соус к рыбе А тебе дают кетчуп Я говорю Дайте белый соус Например, да Как бы к рыбе Они говорят У нас нет Сделать приготовить не можем Потому что Меню его нет Да Меню нет, да И это как бы Ну это ненормально Ну вот такое вот ощущение От ресторана Причем это не у Стаса У одного Кирюх, твои ощущения Ну Я ничего такого не скажу Плохого Да нет, ну нормальный ресторан Ну почему к рыбе дают красный, блять, красный соус Либо поживают Нет в меню Да, согласен Кого? Белого? Белого, да А почему его нет в меню? Ну хотя бы, что же не ко мне вопрос Илюх Шеф-повар не любит просто белый соус Кстати, как вариант Денис, твои ощущения? Ну побывать можно Попробовать можно А там уже кому что понравится Ну второй раз ехать не советуем Я второй раз тоже не поеду Не знаю так, что-то Просто далеко без дюхания Я, во-первых, рыбу не очень люблю Я бы лучше раз собрал Барана, блин, не знаю Фрагмент хрюши бы я слушал Да это рыба, ну что, блин Сейчас попрыгаем, до дома доедем Опять жрать бы хотели Кристин, что скажешь? Ну так себе Так себе поела? Да Парни, ну вот и закончилась наша сегодняшняя покатуха Вы уж извините, если что не так Вы уж извините, если вдруг кого-то там не порадовали Катаем как можем Показываем, что можем Сегодня, конечно, офигенных кадров нету Потому что, ну, снег, видите сами какой Бетон Поэтому не очень это удобно Мы выражаем большое спасибо Компании Атлан Сервис За предоставленную возможность Показать вам сегодня еще раз И доказать, что Снегоход Поварис Титан Самый лучший Ну или практически один из лучших Поэтому давайте сделаем вот так Давайте выведем вот это видео в топ Просто напишите любой комментарий Не важно какой Вот вы сейчас смотрите И просто возьмите Остановите и напишите сейчас комментарий Не важно какой Хороший, плохой Главное просто напишите Мне интересно узнать Правду говорят, что в Ютубе Если ты поставил много комментариев То, соответственно, будет много Быстрее пойдет Короче, видос попадет в топ Извините, что запутался Короче, мы с вами прощаемся Большое спасибо, что смотрите нас Всем пока!